МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он принимал участие в боях на Северо-Западном и Центральном фронтах, там, где было жарче всего. Был легко ранен, получил награду Орден Красной Звезды. Николай Александрович, действуя в боях на станции Ичня, уничтожил втрое происходящую группу противников. Захватил штабную машину с документами и доставил их в штаб, при этом уничтожил 10 солдат и офицеров противника. Из документов, которые он доставил в штаб, были подчеркнуты ценные сведения для нашего генерального командования. Все эти события, которые описаны в приказе о представлении Николая Александровича к Ордену Красной Звезды, случились до октября 1943 года, когда он не получил свою награду. А уже в декабре этого же года Николай Александрович попадает в плен. Так получилось, что в ходе ночной десантной операции его группу высадили не в тот район, прямо на головы немца. Попав в плен, офицер с наградами, он не мог рассчитывать на какое-то снисхождение, потому что к таким противникам фашисты относились очень сурово, боялись, ненавидели больше всего. И старше даже подумать, что пришлось пережить Николаю Александровичу. Он прошел через все испытания, выстоял, выжил, вернулся. А на родине был подвергнут новым репрессиям, потому что такая у нас была тогда правда. Три года он отработал на закрытом предприятии, при этом был лишен наград. По выходу все награды вернули, реабилитировали его. Таких людей, как Николай Александрович, ничем было не сломить. В 1976 году приезжал в Пермь для того, чтобы повидаться со своей младшей сестрой, Луизой, моей бабушкой, и старшим братом Василием. Давайте все помнить подвиг, который они совершили. Сохраним память об этой победе. Я поздравляю всех ветеранов с 75-летием годовщины Победы. С праздником вас! Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова